Час Делягина на радио Комсомольская правда. С западниками, с дипломатами, с некоторыми журналистами, просто с представителями общественности. И у меня буквально шоковое впечатление. Я не очень понимаю, а как мне дальше быть с этими людьми, и самое главное, зачем мне с ним быть. Потому что лицемерие Запада феноменально. Оно достигло масштабов, при которых оно стало органичным, и оно не воспринимается представителями Запада, как что-то аномальное. И это поражает воображение. Те самые люди, которые искошно рукопрескали уничтожение Югославии. Которые рукопрескали по мардировкам Сербии и Ливии. Которые рукопрескали вторжением в Афганистан, Ирак и Сирию. Все это абсолютно незаконно происходило. Люди, которые частью участвовали, а частью, по крайней мере, приветствовали организацию государственных переворотов и кровопролитных войн. В некогда благополучных, а сейчас истерзанных странах. Эти люди, некоторые из которых несут ответственность, по крайней мере, частично за эти преступления, они сейчас с восторгом проповедников читают нам нотации про международное право. Удивительно, Россия не нарушила ничего из международного права. Оно было уничтожено в 99-м году. Это уничтожение было подтверждено уничтожением Ливии. За которую никто не заступился, хотя там было нарушено все полностью. Но Россия в Крыму международное право не нарушало. Наши военные действовали в полном соответствии с соглашением 94-го года. По которым мы имеем право этого иметь до 25 тысяч человек, даже если включить всех, так сказать, вежливых военных неизвестного происхождения и все силы самообороны Крыма, которые на самом деле действительно являются местными жителями, состав нашей группировки все равно не дотягивает до 25 тысяч. А в условиях угрозы военных, нашим военным базам, как написано в этом соглашении, мы имеем право там творить практически все, что угодно. Соглашение с Украиной. Соглашение с Украиной. Нам говорят, что мы были гарантами территориальной целостности Украины. Нам говорят те самые страны, которые это соглашение не ратифицировали. Мы его ратифицировали, но, простите, Украины уже то и нет. Государственный первый раз совершился. Нам рассказывают сейчас, когда людей прижимаешь в стенки, и говорят, да, все правильно, вы все правы, но, знаете, Россия как-то слишком быстро воссоединилась с Крымом, говорят немцы. Немцы говорят. Я помню в заголовке 89-го года, пост немецкого единства идет вне расписания. Там очень быстро бывает. Вам тогда стоило лет 10 подождать, нет? Что-то у вас одни стандарты для себя, а для нас совсем другие. Немцы нам рассказывают, что наша страна, цитирую, нагло растоптала принцип нерушимости послевоенных границ в Европе. Это, говорят, те самые люди, которые бурно приветствуют уничтожение Советского Союза, уничтожение Югославии. Воссоединение Германии тоже никакие границы в Европе не изменило. Воссоединение России с Крымом изменило границу, а воссоединение Германии не изменило. Хотя, так сказать, постояли на период после войны, на 45-й год, и там и там границы были одинаковые. А еще Чехословакия была, которая разделилась на Чехию и Словакию. Чехословакия разделилась, прости господи, Косово выделилось в отдельное государство. Это все нормально, это все можно. Европейцам можно, а русским нельзя. Нам рассказывают, что, оказывается, это мы виноваты в том, что в 2009 году Тимошенко согласился покупать газ по высокой цене. Сейчас, после отмена двух скидов, после того, как цена, не оплачиваемая, напомню, газ, выросла на 200 долларов, а составляет 485 долларов. Когда мы еще продавали по старой цене, по 285, мне, западники, украинцы, в один голос рассказывали, что «Газпром» продает газ Украине по 500 долларов за баррель. То есть людям вообще плевать, как лгать, понимаете? Людям плевать, что говорить, лишь бы солгать. Западные дипломаты нам рассказывают, что, вы знаете, Россия плохо рассказывает Западу о реальной ситуации на Украине. То есть Запад устроил на Украине государственный переворот. Запад привел к власти на Украине своих людей. Запад полностью контролирует ситуацию на Украине. Но он, видите ли, не знает, что там на самом деле происходит, потому что Россия плохо ему рассказывает об этих обстоятельствах. И это условия информационной войны, которая ведется против нас последовательно и цинично на всем информационном пространстве. Информационная война, которая сейчас против нас ведется, она хуже того, что было после нападения грузинских фашистов во главе Саакашвили на Южную Осетию. Тогда глобальные СМИ давали 90% времени Саакашвили и 10% нам. В 90% они давали тем, кто пытался осуществить геноцид. И в 10% они давали жертвам этой попытки, по сути дела, приравнивая нас к террористам. Сейчас ситуация еще хуже. Нам вполне серьезно и искренне рассказывают, что вылезъявление народа что-то значит только тогда, когда оно обращено против России. И в этом случае, как на Майдане, как на Евромайдане, важно вылезъявление даже ничтожной части народа. Когда же народ демократичный, без подтасовок, без принуждения выступает за Россию, как это было в Крыму, демократия должна быть отменена. В пользу принципа целостности государства. Даже если этого государства уже давно не существует. И в пользу вершивости Конституции. Даже если эта Конституция уже разрушена и растоплена. Да, и Конституционный суд разумен. Ставленниками и агентами этих самых западных моралистов. Мы отчетливо увидели, как рассказывающие нам о международном праве и государственном суверенитете западные дипломаты, своими руками осуществили в соседнем государстве государственный переворот. И свергли плохую власть, но тем не менее законную. Причем не дожидаясь никаких выборов. Не фальсифицированных, никаких. Мы увидели, как представители тех самых кругов, которые всеми силами пытаются превратить слово русский в синониме слова фашист, вполне осознанно и последовательно привыли к власти на Украине самых настоящих нацистов. Их либеральные пособники в России сейчас пищат «Ой, не надо говорить фашизм!» Нам 10 лет рассказывали, что русский это фашист, потому что он русский. А сейчас эти сомнения говорят «Ой, не надо, не надо бросаться этим словом, оно такое тяжелое!» Вы сказали, свои статьи почитайте. Что вы тут творите? Мы увидели Германию вновь, как и 70-80 лет назад, во времена Гитлера, воспевающую, поддерживающую самый оголтелый и самый откровенный нацизм. Правда, пока Германия поддерживает этот нацизм еще не у себя, а на Украине. Возможно, потому что этот нацизм направлен не против евреев, а все-таки в основном против русских. Хотя во Львове убийц евреев оправдывают. По суду. Мы увидели огромное количество людей, с другой стороны, которые сделали из своей национальности крайне доходную профессию. Великолепный дешевт. Мы видим людей, которые абсолютно искренне полагают Холокост пожизненной индульгенцией от всех мыслимых и немыслимых грехов, которые им лично выдал господин Гитлер. Мы увидели полное понимание и приятие Западом намерения создать на Украине нацистское ядерное оружие, чтобы, цитировавшись, оставить от России даже выжженного места. Мы вынуждены прерваться на несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина на радио Комсомольская правда. Да. Продолжается час Делягина. В эфире Комсомольская правда. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Я журналист комсомолки Евгений Чернышев. Я напоминаю, это не какой-то боевик обезумевший. Это не какой-то алкаш из-под забора, пусть даже из автомата. Это один из двух реальных президентов на пост Украины, который лечится в Германии. Германия поддерживает этого человека. Бабушка Тимошенко, бабушка Юлия, как ее сейчас называют, вполне искренне, понимая, что она разговаривает под запись, совершенно спокойно в правах избирательной кампании обещает не оставить от нас даже выжженного места. Соявления такого рода считаются ващенными западными дипломатами абсолютно нормальными, полностью оправданными, собой-соборазумеющимися. Это нормально. Если мы с вами что-нибудь не то ляпнем, то мы вплоть до тюрьмы пойдем, это будет нормально. А создавать атомную бомбу против нас, намереваться создавать, и не оставить от нас даже выжженного места, это вполне приемлемо. Нужно же русские. С ними же только так и надо. Кто сегодня посмеет заявить, что главной европейской ценностью является агрессивный гомосексуализм? Поздно, бессильно поскуливая, эта европейская ценность отступила на второе место и уступила, по-моему, первенство самой наглой русофобии, которая обезумела, буквально обезумела, одновременно от безнаказанности, и, я думаю, что и от страха тоже. Мы когда-то вместе мечтали о демократической, правой и благополучной Европе. От этих мечтаний остались руины. Мы видим реальность безработицы, мы видим реальность безусходности, мы видим реальность загадских городов, которые даже с расстояния километра люди боятся снимать, потому что в объектив может залететь пуля. Нигде-нибудь, ни в Афганистане, ни в Бочне-Герцоговине, ни в благополучной Словакии. Мы видим все это. И мы видим, что на этих руинах вырос новый реальный общеевропейский проект. Был общеевропейский проект демократии, процветания и благополучия, теперь общеевропейский проект выращивания на Украине нового антироссийского общества. Запад вновь, как в годы Холодной войны, объединен. Надеюсь, что временно, но сегодня он един. У него общая задача, единая цель, пусть и не такой масштабной, как тогда, превратить некогда золотую Украину в Уркаеву, в Бандеристан, политические и интеллектуальные элиты которого будут, подобно польским и прибалтийским, сознавать себя исключительно в источной ненависти к России. Вот это что за этим стоит все-таки? То, что не получилось строить Европу, общий дом и проблемы... Не получилось сделать хорошо себе, давайте сделаем плохо всем остальным. С другой стороны, нужно взять ресурсы, нужно взять рынок. Значит, те, кто там живет, должны ненавидеть самих себя, живущих в России, и люто любить нас. Вопреки, в том числе, своим собственным интересам. На Западе эта социальная инженерия сработала, пусть даже и за сто лет на Западе Украины. Теперь это будет, так сказать, трансформироваться на юге и на востоке Украины. Ведь задача стоит превратить некогда цветущую и богатую страну, а в рамках Союза Украина была намного богаче России. Кто об этом сейчас может себе вообразить? Эта нищая страна будет превращена в выжженную тоской и нищетой дикое поле, которое существует только ради своей ненависти к России. И она будет гореть самовоспроизводящимся одурусофобией. Это вызвано не только разумной и понятной глобальной конкуренцией, о которой я сейчас говорил, но и тягчайшей психической травмой западных элит. Особенности неофитов этих элит из Восточной Европы. На протяжении уже более чем четверти века национального предательства, с Горбачевского 1987 года, западные элиты привыкли к тому, что они постоянно заставляют Россию отказываться от своих интересов и действовать в интересах Запада. Отдельные исключения только подчеркивают правила. Ну какие исключения? Разворот самолета Примакова, да, было. Но это ни к чему не привело. Не более чем символический жест. Захват нашими десантниками, кстати говоря, под руководством нынешнего президента Ингушетии, не будем об этом забывать, аэропортов Приштина. Не более чем символический жест. Мюнхенская речь Путина. Не более чем символический жест. Защита Южной Осетии от демократического геноцида. Да, ну, Южную Осетию защитили, дальше они пошли. Саакашвили-то остался у власти. Хотя геноцид подготавливался большой частью мирового сообщества, которое Саакашвили финансировало, учило, учило его наемников, его боевиков, вплоть до того, что правительство Саакашвили существовало на американский грант длительное время. И сделали в Олимпиаду, вот как сейчас Украина. Это тоже показывает, что параллели такие... И эти исключения только подчеркивали правила. Мы умывались, терпели и делали то, что от нас хотели. В результате запад... Четверть века, даже больше, 26 лет. В результате западные политические тусовки, это уже несколько поколений политиков сменило за это время, они привыкли сознавать свои интересы как единственные законы, существующие в мире. И воспринимали интересы России не более, чем посетители стейкхауса воспринимают интересы коровы. Россия такое трофейное пространство, которое нужно грабить. А русские, по недоразумению, еще обитающие на этом пространстве какие-то тузенцы. Чем быстрее вымут, тем лучше. Когда же Россия в Крыму продемонстрировала способность, ну, поймите, даже не защиты своих интересов, а хотя бы простого осознания своих интересов. Когда Россия оказалась в состоянии отрицательной ради своих интересов, от интереса Запада в одной единственной точке, для западных элит произошел шок. Их мир в прямом смысле слова перевернулся. Для них черное стало белым, белое черным, слово стало явью. Это для западных. А для проституирующих элит Восточной Европы этот шок усугубился страшным вопросом. А что, если они вульгарно не тем продались? Они-то продавались сильнейшему, а они-то продавались богатейшему, они ему продались и сидят на жалких копейках. У них нет доходов, они уничтожили свои экономики, они опустили свои народы во фрустрацию. Посмотрите на Болгарию, посмотрите на Румынию, на Венгрию, на Чехию, на Словакию, даже Польша, которая лучшая из всех стран Восточной Европы, и та, в общем-то, бедность, отчаяние, безысходность, евродетия. Поляки люто нас не любят, и при этом польский бизнес весь здесь, потому что больше нет возможности работать. И у них страшный вопрос. А что, если они вульгарно не тому продались? Не сильнейшему, а исторически слабейшему, который сейчас будет слабеть, как уже слабеет, и не сумеет обеспечить им должный уровень блага и удовольствия. Ведь социальную деградацию Восточной Европы, не говоря уже о Прибалтике, и даже Восточной Германии, по сравнению с социалистическими временами, создают не только их жители, но и многие члены тусовок, которыми правят от имени США Евросоюз. Этот страшный психологический шок удесятеряет агрессивность и лицемерие, которые сейчас нацелены на Россию. И качественно усугубляет ту катастрофу, которую Запад сам себе устроил в нашей стране. Ведь понимаете, сейчас приходится сталкиваться с ситуацией, когда мнение представителей Запада, включая российских либералов, просто никого не интересует среди носителей русской культуры. Не интересует не столько в силу своей патологической чужеродности, потому что это чужое мнение, а потому что это заведомая ложь. Да, уже двуличие оно показалось за эти годы. Знаете, лживость, лицемерие, двуличие абсолютно очевидны. Причем эта ложь разоблачается ежеминутно, ежесекундно, в каждой точке. Не вертящимися на сковородке телеэкрана Киселевыми. Все говорят, ах, Дмитрий Киселев, ах, Дмитрий Киселев. Я не вижу, чем Дмитрий Киселев, качественно отличается от Евгения Киселева. Он еще и попрофессиональнее будет. По крайней мере, его хоть, как говорят, ему хоть смотреть можно, а Евгения Киселева никто не мог дотерпеть до конца. Было такое, да. Когда он служил у Гусинского. Редкая птица долетит до середины Киселева. Это же про Евгения было сказано, не про Дмитрия. Ну, не могу сказать, что я их внимательно смотрю, но, тем не менее, западники не могут понимать, что их ложь разоблачается не пропагандой. Ложь разоблачается повседневным опытом, личным общением, разговорами с родственниками и знакомыми, накопленным историческим опытом семей. Когда Бандерс сейчас говорит, а вы белые пушистые, мы никогда никого не убивали. Дело не в архивных фотографиях. Дело не в фотографиях и документах, которые были уже на сайте МИД и Минобороны. У половины людей там были родственники. У четверти людей, родственники своими глазами видели, что творили эти мерзавцы во время войны. Это историческая, это генетическая память народа. Люди эвакуированы сейчас своих родственников из Украины, даже с восточных ее регионов. Вынуждены эвакуировать, потому что карательные экспедиции проходят западников. А скоро пойдет экспедиция не карательная, а просто грабить. Это же все понимают. Гуляй поле. Это все понимают. И все это видят. Киселеву могут не верить. Путину могут не верить. Медведеву могут не верить. Телевизор могут не смотреть. Но когда друзья эвакуируют своих родителей, когда сосед по лестничной клетке берет на работу беженцев, потому что жалко их. Но знаете, здесь деваться некуда. Запад ярко, убедительно и однозначно, не на словах, а на деле, показал себя органичным, природным врагом России. Не потому, что она права или нет. Не в силу конкуренции за рынки ресурсов. Не из-за разного понимания прав и обычаев. А просто потому, что мы россиян. На этом мы прервемся на несколько минут. Час Делягина продолжится. Вскоре оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается Час Делягина на волнах «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор институт проблем глобализации. Я журналист комсомолки Евгений Черных. Продолжаем разговор об имиджевом сумме убийств Запада в России в связи с украинскими событиями. Последовательная, эффективная, качественная демонстрация своей непримиримой ненависти, враждебности, неприятия нас как таковых. И потому, что мы правы или нет. А потому, что это мы. Удалось Западу так хорошо, что во время крымских событий он совершил в нашей стране имиджевое самоубийство. Он показал, что его ценность – это русофобия. Он показал, что его желание, чтобы нас не были. Он несовместим с нами. Он не только не хочет, но и не может терпеть совмещение с нами. Причем удивительно. Мы совместимы с ним отлично. Мы его любим, мы в нем отдыхаем. Мы едем в туристические поездки, а вот он с нами несовместим. И отнюдь не за плохого туристического сервиса. Благодаря глубочайшему лицемерию Запада, сами базовые для него терны – демократия, либерализм, право человека – они в России стали уже сейчас ругательствами и тяжкими личными оскорблениями. Его мягкая сила, о которой он пестовал в советских времен, просто рассыпалась. Потому что обернулась очевидной для всех ложью. Когда его пропагандисты устраивают марши против войны, которой нет. Устраивают марши с требованием к нашим властям не защищать своих сограждан от агрессии, которой грозят нам. Потому что карательные экспедиции нам бандеровцы грозили, вполне официально и открыто. Это очевидно для всех ложь. И совершенно недаром он сразу перешел с Урогузом вплоть до войны. Потому что заявление Керри, которое дезавировал Обама, заявление Керри было очень характерное. Он сказал, что исчерпаны все дипломатические инструменты. Это означает война. Запад пошел на это, это не оговорка, он пошел на это осознанно. Он ощутил, что иной силой, кроме грубого принуждения, он ничего больше сделать не может. У него иных сил не осталось. Он и залгался. Слишком публично и слишком доказательно. Я хочу зафиксировать, что у нас, скорее всего, будет плохо. У нас будут проблемы. И мы дров наломаем в Крыму, и нам их наломают. Это понятно. И с русскими на Украине будут творить то же, что с русинами в Закарпатье творили во время войны, и сейчас творили. И карательные экспедиции будут. И экспедиции грабежа будут. И жесточайшая социальная инженерия, отработанная на Западной Украине, будет по всей измученной Украине применяться, которая привлечает русских русофобов. И совсем не факт, что у наших Януковичей хватит духа спасти Украину так же, как они вынуждены, на самом деле, спасли Крым. Высокая эффективность бывает в учебниках, в крайнем случае, в мемуарах, в жизни бывает, как обычно. Но у нас произошел главный перелом. Морок либерального тумана, пелена западной пропаганды спала с Россией. Не просто с глаз, со стороны в целом спала. Мы начали осознавать свои интересы, не стесняясь их и не стыдясь их. Чем менее последовательно мы будем реализовывать, тем дороже нам это обойдется. Это понятно. Чем медленнее вы делаете, тем труднее, тем выше издержки. Но главное уже случилось. Наше общество вернулось к самосознанию. К осознанию самого себя, своих интересов. Нам больше не стыдно быть самими собой. Мы вернулись не в Крым. Нам еще в Крым долгая дорога предстоит. Мы вернулись к пониманию того, кто мы такие и зачем. И если через поколение в нашей стране будет кому писать нашу историю, главная историческая заслуга президента Путина будет признана именно в этом. В том, что мы вернулись. Ведь почему Путин пришел к власти? Есть стратегическая причина. Нам надоело стыдиться за 90-е годы от того, что мы когда-то были в Советском Союзе. Мы перестали воспринимать себя как беспомощным, бессильным обломком, некогда великой, некогда могучей страны. Мы осознали свою самоценность. И, соответственно, общество вытолкнуло наверх человека, который был готов это сознание собственной ценности выразить. Помните, с чего Путин начал? Кто нас обидел, три дня не проживет, а перед этим мочить в сортире. На самом деле, это негативное выражение национальной идеи. Но это выражает то, что мы осознали себя как ценность. Я все время говорил, все 10 лет я говорил, даже больше, 14-13 лет я говорил, что вот негативное выражение русской национальной идеи. Есть, позитивного нету. И это проблема Путина. Он не в состоянии, он не в силах, он не может. Ну, я не знаю кто, но, в общем, мы все вместе смогли. И, в конечном счете, это его заслуга как руководителя. Потому что позитивное выражение идеи – это воссоединение. То есть так ценность сделала? Крым. Это же факт, что те самые сенаторы, об этом рассказывал один из депутатов под камерой, я могу это поэтому воспроизвести. Он присутствовал на заседании, вот когда было провозглашено воссоединение с Крымом. Перед заседанием в фойе сияют сенаторы. Другие чиновники пьют кофе и плачут, рыдают. Потому что у одного там домик в Италии, у другого домик в Париже, у третьего то ли жена, то ли еще кто-то. У кого-то дочки учатся. У кого-то вообще бизнес. И мысль о том, что сейчас мы воссоединимся, и могут быть санкции – это как ножом по горлу, это страшно. И они плачут по своей загубленной жизни. А потом они приходят в зал, и вдруг оказывается, что помимо того, что они негодяи, они еще и русские. И они истово аплодируют и истово радуются, не лицемерие. Потому что в этом зале у меня было несколько человек, и они говорили, «Слушай, ты знаешь, наверное, в этом зале никогда таких чувств не было». То есть глубинные чувства не прорвались. Да, по крайней мере, после победы, после Дня Победы такого не было, точно. Может быть, после полета Гагарина. Это была истовая радость. То есть люди сознавали, да? Личные потери. Они потеряют, скорее всего. И потеряют вещи очень дорогие для них. Им будет плохо, неуютно. Но то, что они принадлежат к русской культуре, то, что они принадлежат России, даже уничтожая и граби ее, это пересилило у них. Радость была истовой, искренней. Это невозможно фальсифицировать. Это очень искушенные люди говорили, которые там сидели, что там не было лицемерия и вранья. И это признак того, что, как сказал один мой знакомый по другому поводу, многие из них еще не совсем потеряны для общества люди. И это повод для некоторого исторического оптимизма. И то, что Путин пошел на это, зная про пятую колонну и то, что будут санкции. Преступление Горбачева не в распаде Советского Союза, не в разрушении экономики. Преступление Горбачева в том, что нас завинователи. нас при нем, по крайней мере при его пассивном, так сказать, согласии, заставили почувствовать виноватыми перед всеми. За то, что мы вообще существуем. Как сказал поэт, за все, в чем было, не было виноватым. Да, в том числе за то, в чем не было. Вот прошла четверть века, прошло поколение, и мы от этой вины освобождаемся. Трудно, мучительно, болезненно. Уровень деградации фантастический. На некоторых людей смотришь и понимаешь, что, в общем-то, наверное, они еще не произошли от обезьянов человека. Или уже не произошли. Даже в нашей стране. Но при этом случилось главное. Главный перелом. Мы не стыдимся себя. Мы не стыдимся больше того, что у нас тоже есть какие-то интересы. Мы не являемся больше рабами Запада. Мы становимся нормальными. У меня много было знакомых. Ну, вплоть до того, что у меня трое есть знакомых. Это, оказывается, распространено в среде молодежи, которые меняли фамилию в сознательном возрасте, 22-27 лет, для того, как один из них выразился, чтобы не иметь ничего общего с бодлорашкой. С этой бодлорашкой. Мне двое из этих троих позвонили в мой день рождения, поздравили не с днем рождения, а с воссоединением с корнями. Да, у вас совпало. Да, ну, один из них, ну, родственника я не мог так сказать, а с одним из них я не выдержал, спросил, слушай, ты мне пару лет назад про бодлорашку рассказывал, а сейчас ты меня с чем поздравишь? Я говорю, как с чем? С тем, что она строится нормальной страной. Она перестает быть бодлорашкой. Мы становимся нормальными. И вот это главное, главное событие, которое случилось в этом году. И может быть главное событие, которое произошло за последний четверть века. Как я сказал по поводу воссоединения Крыма, еще этого не понимая, просто переживая, я сказал, знаете, а я совсем не был уверен, что доживу до этого дня. Теперь бы еще пятую колонну выместим. Ну, знаете, слишком много хотите. Ну, будем надеяться. Давайте будем реалистами. Давайте, как это, чувствовать себя оптимистами, готовиться к развитию событий по пессимистическому сценарию. Будем реалистами. Как это, оптимист учит английский, пессимист, нет, оптимист изучает английский, пессимист китайский, а реалист автомат Калашников. Общество охотников и рыболовов, все выше мной сказанное, ничуть не отменяет. Ну, будем реалистами. Время закончилось. Кончился час Делягина. До новых встреч в эфире. Счастливо. Счастливо. Час Делягина на радио Комсомольская правда.